И впереди нас ждет увлекательная экскурсия в новую реальность с Татьяной Минакер. Здравствуйте, Татьяна! Здравствуйте! Вы знаете, сегодня вас ждет экскурсия в старую реальность, потому что я вам как раз послала фотографии. У меня исполнилось 36 лет с тех пор, как я приехала в Соединенные Штаты, как я выбралась из 10-летнего отказа и приземлилась сначала в аэропорту в Нью-Йорке, тогда это был еще Панама-терминал, который сейчас не существует, и потом по дороге в Аризону остановилась в Чикаго. Вот чикагские снимки, я вам прислала это в тот же день, меня встречал человек, который помогал нашей семье выбраться, насколько это было возможно, как в тот момент очень многие американские евреи участвовали в движении за свободу советских евреев, и вот он один был из них, и вот он меня встретил в аэропорту, и вот я сижу с двумя маленькими детьми, вот моему младшему сыну 10 месяцев, а девочке только исполнилось 8 лет. Так что вот такая я приехала вся в надежде, в надежде на счастье. И вы знаете, я вам хочу сказать, что среди полутора миллионов советских евреев и неевреев, в том числе покинувших Советский Союз за 30 лет эмиграции 70-го года, скажем так, очень немногие сегодня помнят и знают слово «отказник». Американцы это называют рефьюзник, хотя свои свободы, и они во многом обязаны тем людям, которые в войне за свободу всех рисковали своей собственной свободой, своими жизнями. Ну, я в полном слове к таким отказникам не относилась. Они-то рискуя тюрьмами, лагерями, психушками, избиениями, издевательствами, боролись за права человека, к которым относилась свобода эмиграции и свобода религии. А я как самка просто боролась только за выезд своей семьи. Моя мать всегда говорила мне, когда я была маленьким ребенком, что если в Ленинграде есть хотя бы одна лужа, то ты найдешь ее и в нее влезешь. Это было предсказание на всю жизнь. Вот вся практически моя жизнь – это непрерывное влезание в самые разные приключения, ну, назовем их лужами в лучшем случае, потому что я пока не утонула. И, вы знаете, ну, пока что я вроде бы удачно из них выбиралась. В любом случае, вот если говорить о моем попадании в отказ, в эмиграцию, то надо начать сначала о том, что, как многие советские евреи, я с еврейством была знакома только по антисемитизму, по еврейской энциклопедии я лично, которая у нас была дома, и по рассказам Гроссмана, которые я читала. И моя бабушка была родственницей Гроссмана, поэтому я многое знала об антисемитизме. Вот эта боль в этих рассказах Гроссмана и в ее рассказах, она как-то мне передалась. Но в основном я была вся в повальном для ленинградской интеллигенции, увлечением серебряным веком. Потом это были книги и фильмы «Остатки хрущевской оттепели», которые уже тогда начали занимать. Ну, естественно, что я проходила через проблемы с еврейским паспортом. При поступлении в университет, я проверила, на каждом курсе на 100 человек было ровно по одному еврею. Это смешно, потому что даже мой дедушка учился, в царской России была трехпроцентная норма в университетах. Ну, здесь она в три раза уменьшилась. Ну, естественно, что после университета у меня не брали на работу очень долго. Знаете, я все время приходила, это была постоянная ситуация, когда идеалистический молодой начальник, а у меня социология в дипломе, там, маршал МакЛюин, они хватали мой отличный диплом. Я сама из себя была довольна девушкой, красивая в те времена, знаете, такая с зелеными глазами. Ну, это вы показали фотографии, где я уже в кочегарке в отказе работаю. Тут я вообще на модель мало похожа. Но, в принципе, все хватали мой паспорт и бежали вот эти начальники, они бежали в отдел кадров с тем, чтобы начать оформлять меня на работу. А возвращались уже, так сказать, как оплеванные, потому что кадровики с еврейским паспортом на работу не брали. Ну, и через разные приключения я оказалась в совершенно неожиданном месте. Увидав в газете «Вещерний Ленинград» объявление о конкурсе на место концертмейстера в Ленинградский мюзик-холл, я туда зашла, и меня взяли. До университета я училась в училище при консерватории, с 15 лет я зарабатывала рубль в час, играя в школе бальных танцев в Дворце культуры имени Капранова. Так что эта привычка играть балет у меня с 15 лет. Ну, мюзик-холл был в безвыходном положении, надо им было уезжать на гастроли, а играть балету было некому. Балет репетировать без концертмейстера не может. Вот тут я впервые услыхала об эмиграции, потому что своей работой я была обязана тому, что предыдущий концертмейстер неожиданно уезжал в Израиль. Отдавая мне ноту, он сказал, «Ты что, с ума сошла? Уезжай! Ты молодая, красивая, выйдешь замуж, вообще никуда не уедешь». Я просто не понимала, о чем он говорит. Какой Израиль? Куда уезжать? Я аккомпанировала балету, была персональным аккомпаниатором Сергея Захарова. Последний раз мы с ним встретились уже в Сан-Франциско. Во Дворце съездов я любовалась репетициями Барышникова, который в прыжке просто летал. Из одного конца зала в другой. Как раз в этом Дворце съездов, его избрали членом в ЦК КВЛСС, там был ЦК Волк и Сэмон, сори. Это был 17-й съезд комсомола. И вот не успели его портреты, как члена ЦК развесить по Невскому проспекту в Ленинграде, как он уже спрыгнул со сцены и сбежал на гастролях в Чикаго. Помотавшим по гастрольным городам, нахлебавшись гостиничной неустроенности и советской столовской голодухи, премьер-руководителю мизик-холла Рахлину он приносил концерты у мизик-холла миллионы в советскую казну. Концерты многие шли на стадионах. То есть это практически был коллектив. Там было 50 артистов балета, 50 музыкантов оркестра, администрации. И без угля, без стали, без станков, без рабочих, которые пьяные приходили, он давал в 10 раз больше денег, чем любой завод. Тем не менее, значит, он, даже ему, его любовница с восторгом прибежала при мне и принесла, достала она где-то ветчины, кефир. Говорит, Илья Яковлевич, я вот тут вам ветчинки достала. И такая она была упоенная своей удачей, что вот из этого вы можете себе представить. Мы ездили там в Ростов-Дудону, в Запорожье, в разные, значит, города. Но по сравнению с Ленинградом везде была голодуха. И, в общем-то, страшно очень было на все это смотреть. Но я когда вернулась, вы понимаете, в чем проблема? Что люди обычно смотрят на гастрольные, на гастролеров, на артистов, как на какую-то вообще необыкновенно счастливую касту. Хотя на самом деле, вы знаете, я всегда говорила, что жизнь в все времена 90-рублевого инженера в коммунальной квартире была гораздо интереснее, чище, спокойнее и более легкой, чем вот всех этих знаменитых артистов и, так сказать, балерин, которые казались там какими-то сумасшедшими красавицами и какие-то феями неземной красоты, сошедшими с неба. У них была тяжелейшая, грязная и, самое главное, чередовищная, нищая жизнь. Зарплата балерины в мизик-холе была 90 рублей. По тем временам, ну, сами все можете знать, сапоги стояли 90 рублей. Это еще, если они не очень хорошие, а хорошие 150. Так что жизнь была там, прямо скажем, тоскливая. Ну, я уже не говорю про то, что, во-первых, когда коллектив все время переезжает с места на место, то практически вы ни с кем познакомиться в городе не можете. Это очень быстро. Вы приехали, вы познакомились, а тут же надо уезжать. В самом коллективе, ну, прямо скажем, балет занятие малоинтеллектуальное, хотя очень красивое. Книг там никто не читал. В библиотеку записаться времени не было. То есть для меня это было уже дико тоскливо все. И, в общем, когда мы вернулись с гастролей в Ленинград, я решила устроиться экскурсоводом. Точнее, мне просто порекомендовали пойти на эту работу, зная мои литературные, так сказать, увлечения. И, вы знаете, вот тут я нашла себя, потому что как раз первая экскурсия, которую я сделала, это были литературные места Карельского перешейка. То есть это блог Зощенко-Ахматова. Причем, когда я готовила эту экскурсию, у меня появилась возможность познакомиться вдовой Зощенко. Я была у нее дома, она еще была жива. И, вы знаете, мне как-то очень стало жалко Зощенко, потому что жил он с женщиной, прямо скажем, очень низкого интеллекта. Знаете, говорят, что о мертвых либо правду, либо ничего. Она очень долго рассказывала, под каким розовым зонтиком они с Зощенко ездили на лодке, потому что, когда они познакомились, он был офицером. Это был период Первой мировой войны, он был красавиц-офицер, и вот она такая красивая барышня была. Ну и потом он так и остался с ней, потому что, я так понимаю, что его интеллект на нее не повлиял. Ну, я вообще была невероятно увлечена этими экскурсиями. Я все время говорила, боже мой, я стою у могилы Ахматовой, читаю ее стихи, мне еще за это платят деньги. Боже мой, какое счастье. Вот. И, ну, тем не менее, в штат меня не брали. То есть, три месяца я работала на временной работе, каждые три месяца меня выбрасывали. Как я потом поняла, в этом Ленинградском городском экскурсионном бюро, и так было достаточно евреев, там огромное количество было евреев, которые там работали, и они не хотели отяжелять штат еще добавочного. Сотрудница отдела кадров, какая-то крыса, крашенная в какой-то чудовищно-оранжевый цвет волосами, она все умеем говорила. Не рассчитывайте, работы нет, нету, так сказать, мест штатных. Мы вас сейчас уволим и больше не возьмем. Но, тем не менее, через две недели меня брали снова еще раз на три месяца. И это при том, что в очередь на эту экскурсию стояло, там автобусы стояли в очереди на набережной, экскурсовода не было. Их очень мало было, кто умел эту экскурсию водить. И вот тут мне опять, как сказала одна моя приятельница, экскурсовод, Татьяна, тебя рояль всегда вывезет. Вы знаете, вот действительно всю мою жизнь рояль меня вывозил. Надо отдать долг на мою бабушке, которая меня заставила учиться музыке в пять лет. И вы знаете, я там, поскольку я привыкла всех развлекать, с вами, так сказать, игрой на рояле и всяческими песнями и плясками, то я там устроила самодеятельность художественную. Там, поскольку девочки-экскурсоводки были довольно симпатичные все, фигуристые, все, я выстроила их в ряду, научила танцевать кан-кан. То, чем я занималась в мюзик-холле. И вот мы такую самодеятельность там устроили, что меня вызвал главный методист экскурсионного бюро, бывший полковник КГБ Иванов, он уже был немолодой очень человек, и он мне так-то сказал торжественно, ну вот скажите, если мы вас возьмем в штат, вы будете вести самодеятельность? Я сказала, да за милую душу. Конечно, с удовольствием, мне это просто радость. Ну вот таким образом я попала, въехала на рояль в штат экскурсионного бюро Ленинградского, которое было довольно элитной организацией в те времена. Там очень много интеллигенции, работали люди, которые почти все имели, кто кандидатскую по литературе, по истории, они писали книги. В общем, очень интересные люди были. И, вы знаете, вот я вам хочу сказать, что запуганный народ там был все-таки тоже, потому что при... У нас там методисты, вы знаете, вот когда Хрущев распустил армию, и часть КГБ, кстати, был период, он распустил, чего его и не просили, очень много вот людей, таких вот всяческих КГБшных, никому не нужных, они их начали устраивать организации типа нашей. То есть экскурсионное бюро. Что там делал, например, какой-то бывший мелкого разряда КГБшник? Он... Методистам ему давали место, и он подслушивал, что люди говорили на экскурсиях. И вот однажды он подслушал такую же экскурсию, как я у одной несчастной женщины-экскурсовода, которая была мать-одиночкой, кантовалась с одним ребенком в Павловске. И он подслушал, что она на экскурсии сказала, что сына Ахматовой посадили, что чистой правдой был залитованный факт, и что когда ее попросили к могиле Ахматовой туриста отвезти, попросили, то она отказалась сказать, что нам это не разрешают, что тоже было чистой правдой. Нам запретили ходить к могиле Ахматовой, хотя мы приезжали в Комарова, стояли у ее дома, а потом, значит, должны были идти на могилу, но нам запретили туда ездить, чтобы это не вызывать каких-то эмоций. Это уже, не забывайте, что это уже было время отката Хрущевской оттепели, это было время, когда уже вот эти темные силы советского сволочизма начали наступать. И, в общем-то, вот, представляете, сидит зал, огромный зал, где на собрании рабочего, все эти экскурсоводы. И вот когда он говорит, что ее надо уволить, он стоит на сцене, мерзотнейший тип, который ходил там и подслушивал, что говорят экскурсоводы, и сидел там где-то под кустом на Пискаревском кладбище, смотрел, идут ли экскурсоводы до конца к матери Родины. Это был такой религиозный ритуал. И он вот стоит и объявляет, что сейчас он уволит несчастную женщину, которая ничего плохого не сделала, ничего. Вы знаете, вот есть люди, у которых есть просто сволочизм, понимаете, которым надо тащить и не пущать, как сказал в свое время великий русский философ Зиновьев, что НКВД в России возникло не потому, что надо было арестовывать, пытать и сажать, а потому, что была масса людей, которые хотели это делать. Вот он был одним из таких. И вот он уволил эту женщину, и никто не заступился за нее. Я еще тогда была вне Штата, я вообще не могла никуда вылезать. Я просто, как говорится, только пришла, и не была никто. Но там сидели люди, которые в этой организации проработали десятки лет, и все равно все боялись. Вы представляете себе, это уже был не 1953 год, а это уже было на 20 лет позже. И вот я проработала в этой организации, и так сложилось, что мой муж, он категорически заявил, что он хочет уезжать. Это уже... Я уже тогда вышла замуж, и понимаете, что интересно, я вначале была категорически против, я вообще была счастлива своей работой, но в этом огромном коллективе меня безумно любили, потому что я была в центре развлечений. Мы ездили там на гастроли с нашими канканами в Ригу, в Москву, там везде были экскурсионные бюро, где нас потрясающе принимали, и все. И вот тут, вы понимаете, вдруг мой муж заявляет, что он хочет уезжать, и вообще там чуть ли, как говорится, либо развод, либо, так сказать. Ну, я, как говорится, очень долго сопротивлялась, и тут происходит интересная история. Я познакомилась с одной женщиной из Чехословакии на экскурсии, и она меня пригласила в Прагу в гости. Она как-то в меня прямо влюбилась и пригласила меня в Прагу в гости. И вот я подаю на поездку в Чехословакию братскую страну, социалистическую, и, вы знаете, надо мной пошел такой поток, понимаете, издевательств. Я прошла, наверное, шесть комиссий, начиная с комиссии самого экскурсионного бюро партийного, а потом еще куча разных комиссий в райкоме комсомола меня допрашивали, сказали, вы не готовы. Я прихожу, меня спрашивают, а как имя министра машиностроения Чехословакии? Ну, я, естественно, этого не знала, хотя готовилась, честно. Мне сказали, вы еще не готовы, значит, приходите через полгода. Меня пригласили в день, ровно в день, когда я перестала быть комсомолкой, и сказали, а вот сейчас вы уже не в нашем ведомстве, а теперь идите по новой все начинайте в райкоме партия, поскольку вы уже не комсомолка. Вы знаете, вот этот салачизм, и плюс к этому там произошел интересный эпизод в этого райкоме комсомола. Я вышла оттуда и зашла за угол причесаться, там висело зеркало, и за углом стояла группа два или три человека, и я вдруг услышала мерзотнейший антисемитский разговор. И когда я выглянула, я увидала вот этого комсомольского работника, который там в шикарном костюме из голубого зала гостиного двора, который комсомольцам там, значит, большим комсомольцам их туда пускали. Вот. И я поняла, что этот человек будет управлять моей жизнью и жизнью моих детей до нашего конца. Что у меня нет выхода, я должна уезжать, потому что я не хочу жить под властью этого человека. И вот так я пришла домой к своему мужу и сказала, что я готова на эмиграцию. Ну, дальше начались муки, которые вы плохо себе представляете, люди, которые уезжали уже в поздние, там, скажем, в конце 80-х годов, там, с первой подачи, там, в начале 90-х. То есть через что мы проходили, вот тогда, в 70-х годах, плохо представляют. Я, во-первых, должна была в первую очередь уволиться с работы и поступить на какую-то другую работу, потому что я не хотела категорически, чтобы моей директрисе, которая ко мне очень хорошо относилась и была замечательным человеком, такая была чарная фамилия, она, чтобы она пострадала, потому что это экскурсионное бюро считалось как бы пропагандистской работой, и если у нее начнут евреи уезжать, то у нее будут неприятности по партийной линии, естественно. Что, последствия и случилось с другими людьми, она ставила всем меня в пример, что какая Таня Минакер была замечательная, что она мне, так сказать, уволилась, и я устроилась работать в машинистке в сумасшедший дом, вот, и, вы знаете, это тоже было очень важно, потому что плюс ко всем неприятностям, у меня мама работала на секретной работе, она была инженером на заводе большевик, это военно-морское вооружение, и для того, чтобы ей не нагадить, и плюс закрыть секретность своей мамы, я должна была тоже куда-то устроиться, более того, она уже в то время ушла на пенсию, но все равно она считалась человеком завода-большевик, только для того, чтобы закрыть ее секретность, я ее устроила тоже машинисткой в сумасшедший дом, но работала вместе с нее, там нужны были машинистки, так что я за двух машинисток работала, и вот таким вот образом я закрыла две секретности, но, несмотря на все эти, так сказать, старания, все равно, несмотря на все старания, все равно, к сожалению, нам отказали, это был 76-й год, и мы были где-то 43-ми отказниками в Ленинграде, в то время, то есть еще не было такого большого количества отказников, это уже потом начало накапливаться, и вот тут это началось совершенно странная и абсолютно другая жизнь, о которой, вот вы знаете, люди, которые не были в отказе, они плохо себя представляют, во-первых, в Советском Союзе, не забывайте, существовал закон о тунеядстве, значит, если вы не работали 4 месяца, официально вас могли посадить, как тунеядцев, выслать из города, и так далее, потом вы вообще прописку могли потерять, то есть, для того, чтобы вы не попали под этот закон, надо было срочно куда-то трудоустраиваться, мы же всех, для подачи, мы все должны были уволиться, значит, раз вы уволены, надо срочно куда-то трудоустраиваться, пока эти 4 месяца не рухнули, за нами, за всеми следили, потому что сегодня очень мало кто понимает, насколько в КГБ было огромное количество людей, которым нефиг было делать, они просто как, вы знаете, как акулы, сбегались на каждого подаванта еврея, на каждого диссидента, на каждого, кто какой-то пик производил, потому что страна-то вся была усмирена лагерями и многолетним сталинским террором, по большому счету им нечего было делать, то есть тут воевать и такая вообще лафа пошла, им надо звездочки на погону зарабатывать, вот тут евреи появились, за которыми можно следить и вообще изображать, так сказать, имитацию бурной деятельности делать, и вот они гонялись за нами, за всеми, они приходили под видом дружинников, проверяли, что мы делаем, там, трудоустроенным или нет, и вот вы знаете, тут я как раз вот устроилась вот в эту кочегарку, вот я как раз фотографию вам показала, вот в эту кочегарку я устроилась работать, и что интересно, я получила кочегарский лайсенс, я там проходила какие-то курсы, чтобы получить кочегарский лайсенс, и вы знаете, что интересно, во время занятий на этих курсах, я вдруг узнала, что все кочегарки в Советском Союзе оборудованы вот клапанами Шеренцеса. Вы знаете, вот такие клапана, чтобы когда, если что-то не взорвалось, они как бы задерживают этот выброс взрывного пара. Так вот, кто такой был Шеренцес, я вам скажу. Может быть, кто-то из вас когда-то читал мои статьи. У меня есть такая статья «Гроссманы и Шеренцесы». Я описываю вот этого Виктора Шеренцеса. Он, когда я была ребенком, я вам говорила, что мы имеем родственное отношение к Гроссманам, и моя мама дружила, и в общем, с ними бабушка самой-собой, он переписывался, Гроссман с моей бабушкой, у меня письма есть. Но дело в том, что Виктор Шеренцес, это был его двоюродный брат, потому что Гроссман воспитывался в доме дяди Давида Шеренцеса, которого потом благополучно расстреляли в 1937 году, и вот эта семья Шеренцесов была самой близкой семьей Гроссмана в мире. То есть это был его двоюродный брат, и он всегда к ним приходил, и это единственное место, где бы он мог как бы быть самим собой. И я, когда я там бывала, то я его там видела, и но самое интересное, почему я о Шеренцесе говорю, потому что уже потом, когда Гроссман умер, я продолжала общаться с Шеренцесами, и моя бабушка его называла сумасшедшим изобретателем. Я никогда не знала, чем он занимался. Вот. Он уже к тому времени, ну, о нем это вообще интереснейшая фигура, он учился во Франции, он закончил политехнический институт танцей, и вот этот Шеренцес, он где-то уже в свои 85 лет организовал какую-то сумасшедшую аферу в Москве, он собирал мальчишек, которые собирали бутылки, он зарабатывал какие-то сумасшедшие миллионы, об этом даже газета «Известия» написала статью, откуда я об этом узнала, и с сожалением, что его нельзя посадить из-за его возраста. Вот. Так вот, когда я пришла заниматься кочегарским делом, я выяснила, что моя бабушка была права, он таки действительно был изобретателем, и это были его клапана. Вот. Ну, значит, возвращаясь в моей кочегарской деятельности, я, конечно, зарабатывала не в кочегарке, там я зарабатывала те же самые 90 рублей, а в основном я зарабатывала тем, что я печатала документы отъезжающим, и вот это были сумасшедшие деньги, потому что пакет документов стоил 50 рублей, и я делала два пакета в день. То есть я зарабатывала такие деньги, которые просто никогда никто не видел, и даже когда у меня друг попросил одолжить ему деньги на машину, я пошла в сберкассу, мне сказали, девушка, вы знаете, у нас даже таких денег и нет, мы должны их заранее заказывать. Вот. Но, понимаете, все равно какие бы я деньги не зарабатывала, что бы ни происходило, это была какая-то жуткая ситуация, потому что мы сидели между небом и землей, мы полностью были выброшены из жизни общества, отказники были люди, которых все боялись, понимаете, мы точно так же, как в свое время люди переходили на другую сторону улицы, когда видели там жен врагов народа, или самих врагов народа как бы, то многие переходили на другую сторону улицы, завидев вас, то есть мы, то есть остался вот такой советский советский строй, советская жизнь, где были наши бывшие друзья, там все. Я даже сама многим друзьям звонила и говорила, все, больше мне не звони, потому что мы подаем на выезд, чтобы у тебя не было неприятностей, то есть мы полностью ограничили свое общение только теми же, кто сидел в отказе, в этом плане мне очень повезло, потому что на лестничной площадке оказалось так, что когда я пришла из роддома с ребенком, и ко мне соседка зашла помочь завернуть ребенка в одеяло, она, увидав, что у меня вокруг расклеены английские предложения, она спросила, а вы что, собираетесь уезжать? Я сказала, да. Она сказала, а может, сидим в отказе? Вот так началась наша длительная дружба, которая до сих пор продолжается, с семьей Зины и Миши Берег. И, вы знаете, это было удивительно интересно, потому что, ну, нам повезло, потому что, когда, предположим, подходили иностранцы, конечно, за ними шли машины КГБ всегда, Миша всегда выходил, будто бы выносить мусор, чтобы посмотреть, где КГБ и как, и можно ли выходить, и куда идти, и так далее. То есть, это было большое счастье, что рядом были единомышленники. Потом в этом же доме оказалась еще одна семья отказников. Вот такое вот совпадение. Это был дом в Ленинграде, где были кооперативные квартиры, но мы там просто сняли квартиру. И вот, вы знаете, тоже с этой семьей мы дружим по сегодняшний день. Надо сказать, что вот такие испытания, причем многолетние испытания, потому что отказ длился долго, ситуация длился 10 лет. Слава Богу, не 17 и не 18, как у некоторых. Вот складываются очень тесные отношения, полное доверие людей друг к другу, потому что эти люди никогда не подведут. Ну, продолжение было таким, что вот как раз в этом отказе, когда я печатала документы, ко мне пришел один клиент и сказал, а почему вы не с нами? Я говорю, что значит с вами? Ну как? Он говорит, вот еврейское образование там. В общем, я пришла к ним, и вдруг я поняла, что существует огромное подпольное еврейское образование. Вы понимаете, что интересно? Я как раз в этот момент дружила со своими подругами с университета. Они все были христианки, я была единственная еврейка. Там это был такой в Ленинграде подпольный журнал «Женщина России». Это был первый феминистский журнал. И потом он разделился на «Женщины России» и христианские, уже более религиозного направления, журнал «Мария». Журнал «Мария» вела моя подруга Таня Горичева. По университету была моя самая близкая подруга. Она крупнейшая была философа, она свободно говорила по-немецки, когда она пришла в университет, читала Гегеля в подлиннике. По книгам, которые она читала на ее КГБ, тут же, ну, библиотека же доносила КГБ то, что читала. Публичная библиотека, так сказать, за чтением следили. Вот. И КГБ уже на первом курсе пришло там в деканат разбираться с ней и с ее чтением. Вот. Она такого высокого уровня философ, что она переписывала с кардиналом Рацингером, который потом стал папой римским. И он был единственным папой римским, который добровольно ушел со своего поста. Обычно римские папы умирают на своем посту. Возвращаемся в программу «Экскурсия в новую реальность». Татьяна Минакер. Итак, возвращаясь к моим христианским подругам. Тогда в Ленинграде существовало, как и в Москве, кстати, существовали большие такие подпольные христианские группы. В Москве это было настолько распространено, что я как-то, ну, это отдельный разговор, но в Ленинграде за ними очень следили. Вообще в Ленинграде КГБ просто зверствовало. В Москве было чуть полегче. Вы знаете, в Ленинграде КГБ даже избивало, был период какой-то, когда даже избивали американцев, которые пытались кого-то там навещать или общаться с местным населением. И был момент, когда американский госдепартамент запретил американцев в Ленинград даже ездить как раз вот в это время. И вы знаете, я поражалась все время. Почему? Вот, а я ходила еще в еврейское образование подпольное. Вот, и узнала там, что шаббат начинается в пятницу, и там начала получать свое еврейское образование. Вообще-то, вы понимаете, в Советском Союзе религии, надо отдать должное, одинаково преследовались. И я была чем поражена, что когда я пришла на свой первый пасхальный седр, вот эту еврейскую религиозную Пасху, я поразила, что там были либо 80-летние люди, либо 20-летние. То есть середины просто не было, потому что вот эти два поколения абсолютно были из религии выбиты полностью. Так вот, когда моя подруга Таня Горичева, я говорила ей, Таня, скажи мне, пожалуйста, почему вот христиан так преследуют вообще, а нас евреев не трогают. Она мне сказала пророческую фразу, подожди, с нами закончат, возьмутся за вас. И это точно подтвердилось. Вы знаете, их всех переарестовали, и вы знаете, как с ними поступили? Им пригрозили, что если они не дадут согласия на высылку, то есть из страны быть высланными, то их отправят просто в тюрьму, там в лагерь неизвестно куда. Но самое смешное, что для того, чтобы перед Западом не показывать, что их высылают, что они такие мученицы по феминистскому движению, потому что КГБ уже знала, что на Западе существует очень мощное, крикливое и очень шумное феминистское движение. Конечно, акция против феминисток в России могла вызвать полный скандал, поэтому они поступили с ними очень интересно. Они нашли им евреев отказников богатых, которые на них фиктивно женились, их выставили из страны таким образом, тем, что, во-первых, с одной стороны, они избавились от этих евреев, с другой стороны, они заставили этих евреев полностью оплатить это дорогое было удовольствие в те времена выехать. Все их расходы дорожные и так далее, и так далее. Но там был один интересный момент. По-моему, я уже как-то вам говорила, что когда я печатала документы, я поняла, что уже после вторжения в Афганистан практически уже не было выхода. Людям начали отказывать, отказывать, просто закрыли все это. Единственный способ был выехать, это было выехать по браку. Я уже видела это, что люди специально делали браки с иностранцами, там неевреи делали браки с выездными евреями. И вот эта работа шла вот очень, ну, безотказно практически. И я тут одна из этих феминисток, скажем так, которые должны были высылать, она вдруг призналась мне, что она находится в положении. И тут у меня возникла гениальная идея, что я сейчас неженатого брата моего мужа, а не женю, а она выйдет. Она не выходила замуж за отца этого ребенка, потому что он оказался, он студент был черный мусульманин, и он предложил ей стать третьей или четвертой женой. Как-то ее это в Африке, ее это немножко испугало. Вот. И она решила, что она уедет согласиться на выезд. Вот. И я тут попросила ее сделать нам услугу, что мы оплатим все ее расходы и все, чтобы она вышла замуж за брата моего мужа. И тогда ведь нам отказывали, какая была причина отказа официальная? Нам отказывали, что на том основании, что у нас не было прямых родственников ни в Израиле, ни в Америке, нигде. За границей не было. И вот тут я поняла, что у нас есть шанс получить прямого родственника. Значит, если она уедет, ее ребенок будет официально ребенком брата моего мужа, и если он уедет, то мы за ним тоже сможем как брата уехать. И вот я устраиваю этот брак. Это, конечно, была эпопея еще та. Но действительно они женятся, все. И больше всего я боялась, что она родит до того, что ее вышлют. Потому что тогда БХГБ увидел, что ребенок негр. Потому что ребенок-то негр был. Отец-то его негр был. А муж моего брата был белый, естественно. И вот это был для меня дикий стресс был. Я страшно боялась. Но все же таки удалось ее, так сказать, она вылетела. И, в общем-то, потом мы получили как бы вызов. Ребенок родился, но все равно нас никуда не отпустили. То есть это была операция невероятного стресса, невероятных денег и так далее, и так далее. Тем не менее, она все равно провалилась. Это была только одна из многих операций, которые я пыталась организовать, чтобы выбраться из Советского Союза. Понимаете, такие вещи, это все было очень непросто, потому что, вы понимаете, мы тогда за нами следили. Причем, как за нами следили, я уже поняла, уехав сюда. Потому что, например, вот когда родился мой сын, я делала ему обрезание. И религиозное обрезание, и по религиозному еврейскому обычаю там должно быть 10 человек, минен. И вы знаете, были все свои отказники, причем по телефону мы не разговаривали. Мы знали, что телефон прослушивается. Он прослушался до такой смехотворной степени, что однажды я подняла трубку и услышала свой собственный разговор, записанный несколько дней тому назад. Так вот, то есть там кто-то не ту кнопку нажал нечаянно. И вы знаете, когда, тем не менее, когда пришел хирург, который делал это обрезание, тут же сразу пришло КГБ, потом выяснилось, что они за тем хирургом следили. Но все равно дело в том, что мы думали, что кто-то предал, кто-то заложил. Мы думали, кто, кто мог заложить. Мы же по телефону не говорили, только при личной беседе, все это. Но вы знаете, уже потом, когда я смотрела, был такой блистательный немецкий фильм «The Life of Others», «Жизнь других», где было показано, что практически не только телефон, но просто квартиры были проводом опутаны, у всех за кем следили. То есть не то, что люди говорили по телефону, а даже то, что люди просто в квартире говорили, все это прослушивалось. Ну, вы понимаете, мы тогда уже пол где-то чувствовали, что это так и происходит, но для того, чтобы поговорить надо было в лес ехать куда-то просто. В этой ситуации организовывать что-то, организовывать какие-то операции по выезду было безумно тяжело. Но другим людям было еще тяжелее, потому что они в открытую, они шли просто напролом, даже просто занимаясь еврейским образованием. это уже был протест. В частности, я вчера смотрела как раз выступление Евгения Леина на квартире, которую меня арестовали во время как раз еврейской лекции. И, вы знаете, ему дали три года просто за то, что он предоставлял свою квартиру для лекции по иудаизму. Вы знаете, Таня Магоричева, моя подруга, оказалась права 100%. В тот день, когда они все взлетели на самолете, когда их выслали, утром, это было 30 мая 80-го года, вот нас как раз всех арестовали на квартире Евгения Леина. То есть, они разобрались с крестьянами и взялись за евреев. И вот здесь, понимаете, произошла такая интересная история, что рядом со мной, когда нас арестовали, там держали в каком-то закутке перед допросом, там был такой невысокого роста Гриша, которым я говорил, что, ты знаешь, подожди, сейчас чудовищный кризис экономический. В колхозах уже нечем кормить коров, просто там елками их кормят и творится что-то ужасное. Нас отпустят. Я так смотрела на него и думала, ну дурак ты дурак вообще, куда нас отпустят, куда мы выберемся. Я уже использовала все возможности, которые только были, чтобы найти какой-то способ для выезда. Там уже пытались взятки давать, там рискуя всем состоянием семьи, там каким-то адвокатам надо было там ночью продумывать, что нас обманывали. Там было много очень темных людей, которые метались между КГБ и отказниками, пытаясь на этом заработать и зарабатывали. Так вот, я хочу сказать, что если бы мне в тот момент, когда мы стояли в этом закутке перед допросом, кто-то сказал, что там всего через 15, там сколько-то лет президент России будет зажигать минора в Крыме, я бы сказала, что у него горячечный бред просто. Понимаете? Вы знаете, вот как раз этот момент уже, это уже было после Джексон Венни Комендмент. Мы же еще, кроме всего, были не так уж сильно осведомлены, потому что радиостанции глушились. Мы мало что понимали, мы не знали, что в Америке в этот момент сумасшедшее, абсолютно огромное, просто национальное движение в защиту советских евреев. И началось оно после ленинградского дела, когда 12 человек, там в основном евреи, они захватили самолет в аэропорту в Смольном 12 мест. Они еще ничего не захватили, они собирались его захватить, они купили билеты, их хрестовали прямо на поле, на авродроме. Вот. Они собирались удрать в Израиль, они тоже были, как бы, ссылохи, и не понимали, что за каждым из них следят и прослушивают каждое их слово. Вот. И, но тем не менее, даже когда они поняли, что там уже стоит КГБ, они все равно шли к самолету, они решили, пускай будет как будет. Но даже если мы попадемся, значит, мы начнем это. Они готовы были просто пожертвовать своей свободой, своей жизнью за право выезжать. Это был 1970 год, декабрь месяц. И вот после этого, когда особенно двух из них Дымшица и Кузнецова приговорили к смерти, к смертной казни за эту попытку угона самолета, которая даже и не состоялась, потому что они не успели даже в самолет залезть. То, вы знаете, весь мир поднялся, Голдемир встал на их защиту, во всем мире началась кампания. То есть люди поняли, в каком отчаянии находятся советские евреи, те, кто хочет уехать. И вот мы, я знаю, что поскольку мы все, тут обвинять никого нельзя, потому что мы все были лишены информации, это было самое чудовищное. Даже не голод был страшен в Советском Союзе, а информационный голод, искусственно информационный голод. Мы не знали ничего, что происходит. Мы не знали ни того, что практически в каждом городе была уже еврейская организация, комитет в защиту советских евреев. Это, наверное, было последнее невероятное духовное движение американских евреев, когда они все объединились вот этой защитой, помощи своим братьям. И вы знаете, они настолько влияли на Конгресс и Сенат, это были такие, ну, будем так говорить, невероятные марши по десяткам тысяч человек. Потом марш был на Вашингтон, там чуть ли не миллион человек в защиту советских евреев. Невероятное количество людей принимали в этом участие. Вот вы знаете, чего они добились? Сегодня мало кто понимает, что эта эмиграция стала возможной по так называемому Джексон-Венни-коммендмент. То есть это билл, который вот два сенатора, сенатора Джексон и Венник, они предложили, и этот билл прошел большинством голосов и в Конгрессе, и в Сенате. В чем же был этот билл? Дело в том, что как раз в этот момент Никсон и Брежнев заключали трейд-эгримент, то есть торговое соглашение. Ну, грубо говоря, там основная часть этого соглашения была в том, что Советский Союз получал от Америки и Канады гигантское количество просто дарового зерна, невероятно дешевого. Оно было настолько дешевым, что там даже в Конгрессе был поднят вопрос о предательстве. Вот к этому договору амендмент, то есть билл был представлен, это самое важное, все должны понять, что без этого мы бы не эмигрировали без этого билла по-настоящему. То есть это был билл, который говорил, что это торговое соглашение немедленно прекращается, если Советский Союз прекращает эмиграцию. То есть реально это был обмен зерна на эмиграцию евреев и там других религиозных меньшинств и людей, диссидентов, которые хотели уехать. Вы понимаете, это было спасение жизни, как Сахаров сказал, что правильно сказал о том, что пока человек, когда человек понимает, что он может уехать с страны, он уже не раб. До момента практически этого билла мы все были рабами. Этот билл, это был выкуп. Вообще у евреев положено, это закон еврейский, выкупать своих братьев из рабства. И это закон, понимаете, религиозный еврейский закон, выкупать своих братьев из рабства. Вот то, что сделали американские евреи тогда, они последовали этому закону. Это был невероятный подвиг для них. И тоже, вы знаете, вот я была знакома с одним из ведущих людей в этом движении, такой был Сай Фрункин, к сожалению, он умер уже. Он как-то сказал, вот почему я так вошел в это движение. Ну, во-первых, его отец погиб в лагере, и он сам 16-летним мальчиком чудом выжил. Он говорил, что у меня всегда вина перед теми, кто погиб, за то, что я выжил. Это первое. И тогда Запад полностью отказался, отвернулся от трагической ситуации евреев. Сейчас этого не должно произойти. А второе, это то, что он сказал, а что мне напишут на могиле, что вот это Сай Фрункин, который продал тысячи ярдов разных тканей, а он был торговец тканями. У него был бизнес ткацкий какой-то, он торговал тканями очень успешно. И он, в общем-то, посвятил все свое свободное время тому, что он помогал выезду советских евреев, боролся за свободу эмиграции. Так вот, моя собственная история уже дальше идет после вот этого ареста, она пошла другим путем. Если до этого ареста я еще очень активно участвовала в еврейском образовании, я сидела бесконечно, перепечатывала. Ведь ничего этого не было, никаких материалов не было. Там, если были какие-то книги по иудаизму, они были в запасниках, их нельзя было получить. Все это было очень сложно. Я сидела и перепечатывала лекции по иудаизму и далее. Я когда попалась на этот арест, то у меня практически возникла мысль. Вы знаете, это была жуткая сцена. Кстати, она задокументирована. Этот арест был снят на камеру КГБшниками. И там вот стояли эти бабы страшные, которые вообще в тапках, коммунальные бабы, которые орали. Вот жиды там, убирайте свой Израиль. Такой злобой на нас, когда нас выводили арестованных. Вы знаете, когда я на все это посмотрела, я поняла, что я не хочу даже заниматься еврейским образованием, что я должна любой ценой спасать свою семью. Себя и свою семью. И вот тут я уже начала заниматься только тем, что называется всякими брачными аферами и всякими другими вещами. Это было безумно сложно. Но в конце концов я все-таки смогла это сделать. У меня сорвалось 4 фиктивных брака. Я называла это репинской программой. Я взяла своего мужа. Мы выехали в Репино и там это обсудили. И договорились, что мы разведемся фиктивно и будем выезжать по частям. То есть сначала выйду я, поскольку он основной секретник, так сказать, как бы считается, поскольку он там где-то сидел в армии под Москвой два года и красил траву зеленой краской к приезду генерала. Так вот он... Сначала выйду я, а потом выйдет он через другой брак. Я ему организую брак. И вот мы делали... Все это время пытались создать эффективный брак. Это было очень трудно. У меня отпало 4 разных вариантов. Там ко мне должен был приехать француз, который собирался на мне жениться. И вот это как раз не удалось. Когда за 2 недели до того, что он должен был приехать, все развалилось. Я дико страдала. И только потом, уже приехав в Америку, я поняла, как мне повезло, что этот француз на мне не женился. Потому что я увидела, какая жалкая судьба ждала эмигрантов во Франции по сравнению с Америкой. Я писала, в общем, много неприятного об этом. Во Франции совсем далеко не такая уже и галите, и фротерните. Они, когда слышат иностранный акцент, они смотрят на вас, как будто вы облиты помоями. То есть войти во французское общество эмигрантам очень сложно. Это не Америка. И не говоря, уже помощи там никакой не было. Во всяком случае, я сумела все-таки организовать фиктивный брак с американцем. Это было очень трудно, потому что как раз в этот момент у меня выяснилось, что я жду ребенка от настоящего брака. И вот вы понимаете, это была совершенно истерическая история, потому что я, когда я пришла регистрировать ребенка, у меня уже было 9 месяцев после развода, почти 9 месяцев. А кодексу Наполеона, который принят всеми странами, что если ребенок рожден через 9 месяцев, в смысле меньше, чем через 9 месяцев после развода, он регистрируется на прежнего мужа. Ну, в общем, на меня там смотрели в ЗАГСе, просто, как, знаете, я пришла, такая шикарная дама в дубленке, вся в американское, одета во все, и спрашивают, на кого я за ребенка зарегистрирован? На прежнего мужа или на это нового? Они же не знали, что новый муж у меня фиктивный. В общем, это была истерическая история, конечно. Вот. И, тем не менее, я с большим трудом попадаю в американское консульство в Москве. И там меня пытаются убедить, чтобы я признала, что брак фиктивный. Вы знаете, причем со мной переписываются, потому что они знали, что консульство полностью прослушивается, когда я хотела уже в Америку ехать. Я говорила, что люблю Роберта, хочу жить с ним в Аризоне. Это мой фиктивный муж был такой, у Роберта из Аризоны. В общем, я потом только выяснила, что Роберт признался государственному департаменту, что брак был фиктивный, что только чтобы меня вывести из состояния отказа. Я этого не знала, потому что, опять же, он же не мог мне позвонить и сказать, дорогая, я вот признался в госдепартамент, потому что я фиктивно на тебе женился, только чтобы тебя вывезти. Поэтому это, в общем, была интересная история. Я в ужасе в полном не понимала, что происходит. Но потом я поняла, что американское правительство меня, так сказать, процесс, то есть проводит по документам как беженку. И я приземлилась 25 декабря 85-го года. Я приземлилась в Италии, в аэропорту Фьюмичино, как раз в тот момент, когда вот буквально мы только отъехали от аэропорта, как там произошла страшная первая двойная террористическая акция палестинских террористов, тренированных в Советском Союзе, когда расстреляли 26 человек. И вот пока я доехала до гостиницы, это полчаса, за это время уже вся Италия была на ногах, потому что телевизоры и радио передавали, что произошло в аэропорту. И я в полном ужасе думала, что моя семья в Ленинграде думает, что я попала в этот расстрел. А это было Рождество, 25 декабря были закрыты телефонные станции, и только через день я смогла позвонить в Ленинград и сказать, что ничего страшного, что мы живы-здоровы. А там вообще никто ничего не знал об этом расстреле. Ну, ничего удивительного, потому что палестинцев тренировали в лагерях в Казахстане советских. Вот такая история моей эмиграции, и я думаю, что мы должны говорить спасибо тем, кто боролся за выезд. Я, так сказать, оказалась рядом. Замечательно. И это здорово, что так получилось. Спасибо огромное за эту историю, за этот рассказ. И всего вам самого наилучшего, крепкого здоровья, главное здоровья. Ой, спасибо. Здоровье – это то, что всем нам необходимо. Спасибо, что вы меня выслушали. И до встречи. И всего самого интересного вам дальше. Пока. До встречи в следующий раз.